Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 жениться. Значит, он был согласен на обрезание и брак, и в конечном итоге убит Семеном и Леве. Значит, также в Писании упоминается слово сихем или шхем в отношении конкретного места. Первое упоминание – Господь явился Авраму там. Значит, дальше Яков купил землю там, это перед резней. Значит, он купил место для того, чтобы раскинуть свои шатры. То есть, он пришел, в принципе, на землю, который Бог ему обещал, но землю он покупает. То есть, всегда так было в истории, евреи покупают свою собственную землю. Это, кстати, урок нам. Если мы хотим действительно иметь благословение от Господа, то мы должны покупать то, что нужно покупать, а не выпрашивать со скидкой или за дарма. Значит, этот город был разграблен сыновьями Якова. Дальше Иосиф пошел туда к своим братьям. То есть, смотрите, после того, как этот город был разрушен, и Яков, в принципе, в страхе ушел оттуда, он побоялся, что народы ополчатся и уничтожат его, потому что, в принципе, их не так уж и много было. Мы знаем, что Господь их защитил, потому что страх великий был на окружающих народах, и Яков вместе со своей семьей остался цел. Значит, но впоследствии, много лет спустя, братья отправляются пасти скот именно в Сихем. То есть, история с не очень благовидным поступком в отношении Иосифа тоже начинается с Сихема. Значит, Иосиф отправляется тоже в Сихем для того, чтобы наведать своих братьев, проведать своих братьев, его отец туда посылает. Дальше, значит, в дальнейшем этот город, он становится одним из городов-убежищ, который принадлежит Левитам. Дальше Иисус Навин возобновляет там завет. Дальше, Авимилех сын Гидеона воцарен там. Дальше, война между Авимилехом и Сихемом. Дальше, Раваам воцарен там. Это первый царь после Соломона. Это сын Соломона. И Раваам укрепил его как свою столицу. То есть, это первая резиденция северного отделившегося царства Израиля. Значит, и в Новом Завете Сихем называется Сихарь. И это интересный эпизод, когда Ишуа также направляется, в принципе, туда, куда он своим ученикам запрещал ходить. И мы могли бы прочитать этот отрывок. Но интересно еще пару моментов. Сихем находится между горою Гивал и Горизим. Это очень интересный момент, потому что он отдан в наследие Иосифу как нечто, что возвышает его над братьями. Нечто, что дает ему некое преимущество над братьями. И мы можем здесь увидеть очень интересную такую аллегорию. Вы знаете, что горы Гивал и Горизим – это горы, на которых было, соответственно, произнесено благословение и проклятие. Значит, и об этом говорится в Таразаконе 11 глава. «Когда введет тебя Господь Бог в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гивал». И вот смотрите, получается, что Сихем находится между благословением и проклятием. Проклятие – это Божий суд, это его справедливость. А благословение – это проявление Божьей милости. И вот золотая середина, баланс, который соблюсти может только Господь, который действительно удалось соблюсти только Иосифу, который смог полюбить братьев не только хороших, но и плохих, тех, которые его предали, которые хотели его убить. И это очень важный, очень ценный момент. Понимание того, что я не Бог, и что если Бог мне заповедовал любить братьев, независимо от того, хорошие ли они или плохие, я должен следовать Ему. И вот в этом вот есть на самом деле баланс между судом и милостью. Это то, что может произвести только Господь. Вот идеальное сочетание суда и милости. Вот центральное место вот между этими двумя горами – это как раз город Сихем. Это то, что наследовал Иосиф. И интересно, что когда его отец благословляет его, значит, он говорит, что от Иосифа, Иосиф он отрасль, а отрасль – это одно из имен Машиэха. И именно Машиэх в конечном итоге получает власть на земле и на небе, то есть полноту власти. Почему? Потому что он действительно, как Сын Божий, может сочетать и суд, и милость в гармонии. И еще один интересный момент, когда Ишуа пришел в этот город, а этот город находился на территории Самарии, там же рядышком находится колодец Иакова. И если Ишуа, посылая своих учеников, им говорил, чтобы они шли только к погибшим овцам дома Израилева, запрещал им входить в самарийские города и запрещал им вставать на путь к язычникам, сам же Ишуа, проходя в Галилею, проходил через Самарию, и у него произошла встреча с самарянкой. Значит, очень интересная. Вот, надлежало же ему проходить через Самарию. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, то есть тот самый Сихем, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. Видите, прямая ссылочка именно на это место. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи и самаряне не сообщаются. И Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты бы сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам пил из него, и дети, и скот его. Ну, вы можете сами прочитать этот отрывок, я постараюсь быть кратким. Значит, она говорит, ты больше отца нашего Якова. То есть, самаряне, они считали себя евреями. Мы знаем, что евреи и иудеи относились пренебрежительно. И в одном из библейских словарей я нашел тоже такую информацию. Иудеи презрительно называли самарян глупым народом, живущим в Сихеме. Значит, и вот это вот опять-таки вражда между братьями, которое происходит вот вокруг этого города. Значит, интересно, что Ишуа приходит именно туда, и именно там он возвещает о примирении, вот именно в единении вместе с Господом. Понимаете? То есть, ну, это вообще достаточно большая тема взаимоотношений иудеев и самарян. Это действительно тема вражды между братьями, вековой вражды. Это то, что Господу не угодно, и что он всячески пытается исправить. И поэтому, вот, чтобы быть все-таки кратким, основной урок из истории с Иосифом, и с теми благословениями, и с тем наследием, которое он получил, можем сделать, что действительно любовь к Богу и любовь к ближнему, независимо от того, хорошее это с нашей точки зрения, или плохой, брат, это уже не наше дело, не нам судить. Мы должны исполнять то, что Господь заповедовал. Аминь.